Марк, добрый вечер. Алексей Рукат, Фрагменты и Факты. Вы два дня назад очень много общались с прессой, а сегодня в ринге были несколько минут. Столько лететь из Австралии и провести в ринге две минуты. Что случилось? Здравствуйте, Марк. Это очень много времени, чтобы приехать в ринге. Вы провели много времени на австралии и так много минут в австралии. Как вы чувствуете? Было тяжело, чтобы сделать такой шарик? Нет, я чувствовал хорошо. Я просто попал в первый раунд. Поздравляю Алексею, он сделал хорошую работу. Нет, это было не сложно. Я проиграл в первом раунде. И я поздравляю Алексея, он отлично поработал сегодня. Еще вопросы? Алексей Олейник в интервью говорил, что он скорее всего не будет пытаться сделать вам удушающий прием, потому что у вас такая короткая шея, что сделать это практически нереально. Вы готовились к тому, что он все равно будет пытаться вас задушить? Или вы действительно всерьез восприняли тогда эти его слова? Алексей Олейник в интервью говорил, что он не планирует сделать вам удушающий прием. Но вы надеялись об этом? Да, я тренировал много вещей, для грана и для тех пор. Да, конечно. Но, знаешь, я не был виноват с этим, как работает с этим бизнесом. Конечно же, я ожидал. И это то, что произошло. Марк, было заметно, что у вас пластер на руке. С чем это связано и не было ли у вас какой-то инфекции? Я заметила, что у вас есть пластер на руке. Что это связано? Что случилось? У вас есть инфекция или у вас есть инфекция? Я думаю, что у вас есть ингро, который я пытался высохнуть. Я не должен быть виноват с ручкой. Это круто. Что такое? Я пытался вытрыть волосы из руки. Возможно, это не стоило этого делать. Я люблю выбрать вещи на моем теле. Это просто не хорошо. Я люблю это дело и, возможно, это не самая удачная идея. Еще вопросы? Было видно во время боя, что Алексей Олейник после лоу-киков Марка отекла на граб. Почему он перестал бить лоу-кики? Мне кажется, что это могло привести к очень положительному на него результат. Это было очевидно, что после некоторых времени Олейник был проблем с его лоу-кики. Он перестал делать свои лоу-кики. Но это могло сделать его очень хорошие результаты. Это могло помогать. Извините, что это не так уж не помогло, потому что я проиграл. Марк, у нас последний бой в контакте. Что будет дальше для тебя? Погнали с другими промоциями? Погнали в Карине или продолжать в UFC? Я не знаю. Я люблю работать в UFC. Но у нас есть проблемы. Но у меня осталось еще один бой. И, возможно, я пытаюсь получить Адалейск-карту. У Тая и парня. Так что это последний бой в контакте. Это был последний бой Марка по контакту с UFC. Не последний, остался. Простите, остался еще один. Какие планы дальше? Завершить карьеру или нет? Хороший прощальный аккорд для старинных. Что? Это будет хорошо. Хороший бой. Хороший бой. Хороший бой. Да, мэм. В общем да, поборемся еще. Последний бой он трудный самый. Какие? Марк. Как это было? Как это было? Делали все, что произошло просто в начале, или что начало было хорошо и потом что-то уничтожило? Нет, ничего не уничтожило. Я все равно. Я просто... Я потерялся. Алексей спрашивал меня. А мне всегда было овы. Он спрашивал меня на слое. И, знаете, все, что-то было. Это просто так, как это бизнес работает. Это лучший в мире. И Милай приглашал меня. И он пытался уничтожить жизнь от меня. Это то, что происходит. Это бизнес. Ты говоришь буквально или буквально? Такое ощущение было, что что-то не так пошло, не по плану. И Алексей сумел воспользоваться своим преимуществом, как в вашей минутной слабостью. Да нет, ничего не пошло не по плану. Просто Алексей и Витя вовремя подоспел и схватил меня в челку и применил свой фирменный прием. Так что он молодец. Марк, вы в Москве первый раз или не первый раз? И успели посмотреть город. Это ваш первый раз в Москве? Ты получил возможность ходить по городу? Да, я люблю ваш страну. Москва очень хорошая. Это не то, что я ожидал. Но Москва – это отличное стране. Здесь очень хорошо. Здесь просто много жарковых. И food – очень хорошо. Так что это очень хороший город. Я не женился, поэтому я не могу. Да, я погулял. Мне очень нравится Москва. Я вообще фаната России. И не совсем то, что ожидаешь, приезжая сюда. Но впечатление очень хорошая столица. Здравствуйте. Я Марк. Марк здесь. Меня зовут Денис. У вас есть какие-то слова о Вердуме на ваших социальных видеох. Это что-то, что вы планируете, чтобы создать борьбу с ним? Нет, я очень люблю борьбу с персонажами, кто-то ужасен и исправлялся. У меня уже есть решение. Это было тяжело, в том числе, на самом деле, приемлемым. Я не думаю, что это неправильно. И он... Я имею в виду хорошую работу. Эти партия убивают от нас. Они убивают от моих детей. Я имею в виду хорошую работу. Он умер. Ну, после того, как известно стало новость, что Верному поймали на допинге, вы так нелицеприятно отозвались о нем в соцсетях. Ну да. Собственно, я очень доволен, в какой-то степени, что так произошло. Потому что читерство — это не камильфо. Они воруют победы, воруют деньги. Поэтому он сам виноват. И еще одна вопрос о сегодняшнем борьбе. Вы смотрели, что у вас был успех в борьбе на ногах. И все просто пошло неправильно. На момент, когда вы пришли на землю. Было это так? Я просто попал. Я просто попал. Это бизнес. Поздравляю Алексей. Он хороший парень. Он получил победу. Он получил победу. Будьте счастья, если он был виноват. Он виноват 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 виноват. А вы можете подтвердить, что его гранд-гейм для следующей серии? Я лучше, чем Райн. Конечно, конечно. Он меня звонит и это как это работает. Я мог бы его звонить в любом случае. Но я не знал. Он меня звонил и это как это работает. Выглядело так, что у вас все очень хорошо шло, пока вы в стойке сражались с Алексеем. А потом, когда перешли в партер, что-то пошло не так. Марк ответил, что нет. Он повернул свой фирменный прием. Поймал меня. Репартер спросил, что вы хотите сказать, что у Алексея техника грэплинга. И он в партере хорошая. И он лучше вас в партере? Да нет. Но Алексей, конечно, очень хорош в партере. Ничего не сказать. Он сегодня оказался сильнее. Он молодец. Я его еще раз поздравляю. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Тихомиров. Матч.ру. Все, кто проигрывали Федору Емельяненко, хотели взять реванш у Федора Емельяненко. Было бы вам интересно, по завершении карьеры, подписать контракт с Беллатаром и провести бой с Федором Емельяненко. Спасибо. Все, кто потерял Федору Емельяненко, хотели сделать реванш и вернуться. У вас есть планы или вы думали о сгонке с Беллатаром и бороться с ним? Ух, ну, у меня есть несколько лет в моей карьере. Я бороться много лет. Я бороться много лет. И я подстараюсь для моего бороться. И особенно Федора, который у меня был в празднике. Конечно, вы хотите получить реванш, конечно. Но я еще один бой с UFC, и мы увидим, что случится. И я был панчем по-другому. Ну, по-другому. Даже в атаке. Ну, посмотрим, как пойдет. Он хороший бойец. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на кого вы поставите в поединке Коннор-Хабиб и почему? Кто вы ставите? Макгрегор. Я не знаю, я должен быть на панце. Это тяжелый. Если это впервые, то может быть Коннор. Если он пойдет пять раз, то Хабиб. Я на панце для этого. Не знаю, тут бабушка надвое сказала. Если как-то они активно начнут в первых раундах, то, конечно же, Коннор. Но так как у него не очень с выносливостью, то если битва будет долгой, то Хабиб. Спасибо.